Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 18 главе книги «Деяния апостолов». После попытки проповеди в Афинах, по сути дела неудачной попытки проповеди в Афинах, апостол Павел приходит в Коринфу. Еще один крупный город, который часто называли веселым Коринфом, город, в котором множество торговцев, путешественников, мореплавателей. Бурлящая такая обстановка. И в этом городе апостол Павел находит иудея по имени Акилу и его жену Прескилу, которые были Клавдием, императором, изгнаны из Италии, изгнаны из Рима. Вот Акила и Прескила были в числе этих изгнанных. Обратите внимание, что, собственно, параллельные источники говорят, что Клавдий изгнал иудеев из Рима, потому что они волновались по поводу какого-то Хрестаса. Ну, собственно, в рассказе Гая Святония Транквилла осталось нам это сообщение, и у нас нет совершенно никакой уверенности, что именно, какое именно греческое слово Святония передает латынью, поэтому то ли там имелось в виду Хрестас, что в переводе означает благой, то ли Христос помазанный. Ну, историки полагают, что, вероятно, время среди римских иудеев возникли беспорядки из-за таки Иисуса Христа, Мессии Израилевым. Одни верили в то, что этот Иисус есть Христос, другие не верили. Что это Иисус есть Христос, из-за этого происходили ожесточенные столкновения, и Клавдий, не желая разбираться в подобного рода дискуссиях, что там иудеи между собой спорят, вот императору до этого совершенно никакого дела нет. Да, и Клавдий просто выгнал их всех, и все. Выгнал их всех. Акила и Прискила, при всем том, не только иудеи, но и христиане, тоже изгнаны вместе со всеми иудеями. Без разбора, кто там прав, кто виноват, что к чему. Устраивают беспорядки, все, выгнали. Вот это действительно историческое событие, один из таких моментов, когда вдруг, довольно неожиданно, во второстепенной совершенно детали, Лука дает нам возможность соотнести свое повествование с повествованием современных ему или, ну, чуть позже, живущих историков. Святоний, конечно, пишет после Луки, довольно заметно позже. И так вот, Павел их находит и остается у них и работает. Ну, потому что они все там шили палатки. В других текстах Нового Завета, в частности, в нескольких письмах, Павел подчеркивает очень упорно, прямо упорно подчеркивает, что так правильно, так надо, вот, работать, не сидеть на шее ни у кого, не получать зарплату от общины, не получать. Наоборот, скорее, вкладываться в общинные дела больше других. Тоже эта история, эта позиция Павла, если хотите, парадигма, в которой он действует, тоже решительно отличается от почти всех последующих времен. То есть, начиная с четвертого столетия, когда по некоторым мотивам, которые трудно счесть достойными, желая ликвидировать независимость мнений, суждений и поступков христиан, христианские начальники запретили то, что Павел считал обязательным. Да, и поэтому там где-то вот век с четвертого-пятого христианам, особенно там клирикам, запрещено работать, и, соответственно, они не могут исполнить то, что делает Павел, иметь независимый доход и не получать доход от церкви, не получать зарплату от церкви. Ну, потому что человек с независимым доходом гораздо свободнее в своих мнениях и поступках. И, конечно, это никакому начальству никогда не нравится. Но позиция Павла вот такая, он работает, он не получает денег ни от кого, особенно, особенно ни в коем случае не от церкви, не от общины. И это дает ему возможность иногда говорить своим ученикам, как стать вот христианам того же Каринфа в письмах, чрезвычайно жесткие, обидные вещи. Но он это может говорить. Он от них независим. Он независим и кормится, питается от рук своих. Хотя иногда Павел пишет, что там трудящийся достоин пропитания. Но, говорит он, лучше так не делать, лучше поступать, как я. Ну, и снова каждую субботу в Каринфе теперь он говорит, в синагоге убеждают иудеев и эллинов. Любопытно, вот что. Смотрите, 4 стих во всякую субботу он говорил в синагоге убеждал иудеев и эллинов. А потом пришли из Македонии силы Тимофей. И Павел был понуждаем духом свидетельствовать, что Иисус есть Христос. В чем же он их убеждал в предыдущих стихах? Вот не очень понятно на самом деле. И я бы сказал, довольно интересно, как была выстроена проповедь Павла до того момента, когда дух понуждает, побуждает его свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Вот апостолы это делают, и они, эти иудеи, противятся и злословят. Смотрите, мы уже не первый раз видим, как Павел проповедует в синагоге, свидетельствует, кто-то принимает, кто-то не принимает. Здесь, в Коринфе, Павел отрисает одежды свои, говорит иудеям, кровь ваша на главах ваших. Я чист, отныне я иду к язычникам. Он относится к своему служению, как к совершенно конкретной миссии, за которую он несет ответственность. Он эту миссию исполнил, засвидетельствовал. А миссии или задачи добиваться у Павла нет. Поэтому его миссия свидетельства о том, что вот Иисус и есть Христос, Мессия Израилев, она заканчивается. Она оказывается в какой-то момент исчерпанной. И тогда он говорит, как тоже иногда, как Стефан в своей речи, вам первым надлежало быть проповеданным словом всему. Да, иудеям первым, но дальше Павел уходит к язычникам. Дальше продолжается его собрание в доме некоего Иуста, который жил рядом с синагогой. Начальник синагоги с домашними уверовали, многие из Каримля, Каримфян, уверовали, крестились. И, по-видимому, обстановка-то накалялась. И Господь ночью в видении говорит Павлу, не бойся, свидетельствуй. Свидетельствуй, я с тобой, никто тебе не сделает зла. Потому что у меня много людей в этом городе. Потрясающие, на самом деле, слова, когда Господь говорит, у меня много людей в этом городе, тебе никто не сделает зла. Вот тебе помогут. Есть люди, чьи сердца принадлежат Богу. И до них нужно свидетельство Павлова донести. И Павел остается там полтора года вообще-то. Это большой срок. Особенно с учетом того, что в иных городах через день, через неделю, а уж через две-три недели начинаются преследования, какие-нибудь возмущаются иудеи и все такое прочее. А здесь полтора года живет апостол Павел, поучая христиан, новообращенных христиан, Слову Божьему. Еще один очень поучительный эпизод, характерный такой. Что бывает, когда власти оказывается неглупый, совестливый человек. Потому что иудеи, конечно, они не могут терпеть то, что Павел учит, то, что у него ученики, то, что верят в Иисуса как в иудейскую мессию. Они снова пишут донос, на этот раз некоему проконсулу Галеону. И приводят его перед судилища Павла и обвиняют, что он учит людей чтить Бога не по закону. И этот самый проконсул Галеон на это говорит, а я здесь при чем? Я не буду судить про ваши законы, что там по закону, что нет. Если бы была какая-нибудь обида, реальное действие или злой умысел, ну, я бы мог вас выслушать. А вы спорите о законе и именах и разбирайте сами. Я не хочу быть судьей в этом. Человек, который не претендует на чужую свободу, уже заслуживает уважения. И проконсул Галеон, который не пытается решать все вопросы, которые ему предлагают, не может не вызывать такого уважения. После того, как проконсул Галеон отказался судить Павла, отказался выносить суждение по вопросу, который не относится к его компетенции, прогнал иудеев этих всех от судилища. Вот, на самом деле, там все равно Буза не унимается, кто-то кого-то хватает, кто-то кого-то пытается какими-нибудь способами покарать, но все-таки Павел может еще достаточно много времени пробыть здесь, в Коринфе. Когда же наступает ему самому нужное время, он прощается с братьями и отплывает в Сирию, вместе с ним Акила и Прескила. И здесь же, в начале путешествия, он дает обет, остригая волосы, обет о том, что он придет в Иерусалим, в храм для поклонения, говоря, «мне непременно нужно провести приближающийся праздник в Иерусалиме». И так он говорит христианам из разных общин, которые его ждут, мимо которых и через которые он проплывает, в частности, в Эфесе, где остаются Акила и Прескила, а Павел отправляется дальше. И вот апостол добрался до Иерусалима и после праздника возвращается в Антиохию. И дальше, смотрите, Лука говорит, что он проходил по порядку страну, Галатийскую и Фригию из Антиохии, утверждая всех учеников. Вот такие вот визиты, так сказать, пастырские посещения апостола Павла были, по-видимому, вещи очень важны, потому что без подобного рода взаимодействия христиан друг с другом всегда есть опасность превратиться в какой-нибудь такой между собойный клуб по интересам или превратиться в какую-нибудь совершенно отвязную секту. И вот такая горизонтальная связь между общинами, которая осуществляется путешествием Павла, эта вещь чрезвычайно на самом деле важная. Здесь нет никакой системы соподчинения. Они никто не подчиняются общине Антиохии. Откуда вышел в свое время Павел на свое миссионерское путешествие? Нет, не подчиняются. А снова приходит человек некий, который свидетельствует о Христе, отвечает на вопросы, проповедует, молится с ними и уходит дальше. Вот, то есть там христианские общины вообще не находятся в иерархических отношениях друг с другом и никого это не смущает. И никто не считает, что эти иерархические отношения зачем-нибудь нужны. Тоже чрезвычайно поучительно. Глупо бывает, когда христиане там 20-го или 21-го столетия пытаются изобразить, имитировать то, как была устроена церковная жизнь первого столетия. В лучшем случае, ну, это вызывает улыбку. А иногда бывает вполне трагично. Но в то же время нам важно понимать то, как это было устроено, чтобы не абсолютизировать очень сиюминутные особенности, которые мы часто выдаем за имплицитно присущие Церкви Христовой. Ну, и еще одна, еще один такой короткий фрагмент, который по правде должен был бы относиться, конечно, уже к 19-й главе об Аполлосе, красноречивом, следующем в Писании человеке, который был наставлен в начатках пути Господня и проповедовал о Господе, зная только крещение Иоаннова. В Эфесе Акила и Прискила, услышав его проповедь, призвали его, нашли точки соприкосновения, нашли общность веры и, как Лука пишет, точнее объяснили ему путь Господень и отправили его дальше, там, к христианам, в Грецию, для того, чтобы он там продолжал свое служение. И, в общем, вот это вот путешествие с места на место, тоже характерная деталь. Никто не задерживается надолго. Никто не задерживается надолго навсегда. Только те, кто остаются жить в этом месте, а служители слова, такие, как Павел, такие, как Аполлос, такие, как другие апостолы, ну, в общем, странствуют так странствуют, нигде не останавливаясь надолго. И вот этот самый Аполлос, как пишет евангелист Лука, действовал успешно, потому что сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Значит, каждый из проповедников, апостолов того времени предлагает некоторую свою модель свидетельства, доказывающую из Писания, что Иисус есть Христос. На самом деле ужасно интересно, конечно, как именно они это делали. Не просто реконструировать мысли, которые характерны для того же Павла или для того же Аполлоса, но важно, что они очень усердно трудятся ради того, чтобы все-таки до иудеев эта мысль дошла. Они рады, когда эллины, слушая, там, какие-нибудь чтущие Бога, тоже обращаются, слушающие Павла, но все-таки для них очень важно донести до своих соплеменников эту весть о Христе Воскресшем. Субтитры создавал DimaTorzok